Владимир Савов Владимир Савов, начальник аналитического управления и Бензбанка 3 Мы подходим к концу наверное самого интересного года финансового рынка за последние точно десятилетия и надо сказать, что в конце концов год заканчивается успешно заканчивается успешно для всех участников фонда Варинка которые конечно сумели выжить после первой волны волатильности в конце прошлого года и в начале этого как говорится никто этого не ожидал мы знаем как начинали этот год январь, февраль, март но как всегда ситуация бывает не так хуже, как ее описывают и как предыдущая история показала и не так хорошо вышла, как все надеялись в середине 2008 года что сказать волатильность она на сей раз работала в нашу сторону российский рынок акций показал себя как один из самых высоковолатильных в мире и на сей раз это как я и сказал было все-таки в сторону плюс рост цен на нефть на нефть и возврат глобальных инвесторов на развивающиеся рынки конечно помогли и Россия как один из самых больших таких рынков выиграла в следующем году мы ожидаем все-таки более спокойный год хотели бы надеться что волатильность все-таки будет ниже но что тренд будет на повышение основной драйвер на сей раз наверное выступит не настолько нефть и ликвидность насколько все-таки восстановление внутренней экономики после затяжного падения я думаю что наступил тот момент и мы это видим уже в статистике когда потихоньку потребитель начинает снова потреблять и компании начинают снова кредитоваться и инвестировать наверное начало будет медленным но все-таки ко второй половине года мы надеемся выйти на такой стабильный экономический рост и это будет как я сказал все-таки основной драйвер для финансового рынка поэтому мы смотрим на 2010 год с оптимизмом мы надеемся закончить год по индексу RTS на уровне выше 2000 пунктов 2100 если надо огласить наш прогноз российская рынок акции остается один из самых дешевых в мире и его потенциал роста если он не составит 100% как в этом году но все-таки хочется верить что 30-40-50% он может сделать мы будем предпочитать все-таки секторы которые ориентированы на внутренний спрос такие как банковский сектор потребительский телекоммуникационный думаем что нефтяной сектор будет все-таки более медленно расти из-за стабильных цен на нефть в конце года наверное все-таки мы увидим восстановление недвижимости машиностроения секторы которые начинают выигрывать тогда когда экономический цикл уже уверенно показывает рост в заключение мы хотели бы поздравить всех наших партнеров клиентов коллег и конкурентов с наступающими праздниками и как я и сказал пожелать такой же успешный но все-таки чуть менее волатильный 2010 год удачи вам всего хорошего с новым годом отношений а перспективы